Что скрывается за самыми известными зданиями Юзовки? Давайте разбираться! Проходя мимо яркого здания, расположенного в районе бассейна улицы Ткаченко, 189, можно сразу почувствовать дух 19 века, несмотря на современный ремонт и отделку усадьбы. А об этом и самой известной аптеке Юзовки нам расскажет специально приглашенный гость товарищ Ирченко. Итак, здравствуйте, товарищ Ирченко! Расскажите более подробно про дом братьев Рудченко. Предусловно, этого дворянского рода имеют сербские корни от воинов по фамилии Рудыч, поступивших на военную службу к царице Елизавете Петровне в середине 18 века. По семейному преданию Рудычи стали подписываться фамилией Рудченко якобы по личному указанию канцлера князя Александра Безбородка. В конце 19 века в этом доме проживали Владимир и Софья Рудченко. Род Рудченко был известен в России. В начале 20 века о них написали в рубрике «Уголовные хроники» во всех ведущих СМИ империи. 25 ноября приехал Екатеринаслав Дворянин Рудченко, взял пропуск в тюрьму и 26-го явился туда на свидание. Как только Македонский показался в дверях конторы, Рудченко начал стрелять и выпустил 7 пуль из Браунинга. Властям он заявил «Я отомстил за мать». Македонский обвинялся в умышленном поджоге с целью уничтожить выданный векселью 20 тысяч рублей, а также в умышленном убийстве тещи Шурина, лишившей его материальной поддержки. Да, таким мстителем оказался Николай Алексеевич Рудченко. А подробнее об этом деле вы сможете узнать в библиотеке Некрупской в отделе краеведения. А далее более подробно про аптеку расскажет нам товарищ Ильченко. На первом этаже здания располагался рецептурный зал, в котором изготавливали и отпускали лекарства по рецепту. Здесь же была приемная комната. На втором этаже жил сам младший и специалисты-фармацевты. Сам владелец аптеки был настолько уважаемым человеком в Юзовке, что даже был освобожден от уплаты налогов. 20 октября 1902 года было совершено покушение учеником аптеки 19-летним Францем Колосовским. Около 11 ночи, когда в аптеке остались один младший ученик, Колосовский ударил его, чтобы забрать деньги с фасы. Но ему помешала покупательница. Преступление вскоре было раскрыто, а пострадавшего удалось спасти. Сегодня же здание имеет третий этаж и современную облицовку. А я напоминаю, вы смотрите новости от Крупской и у нас был специальный гость товарищ Ильченко. И далее, коротко о главном. На следующей неделе вас ждет множество видеопросмотров и кинолекториев, посвященных значимым событиям и датам. Вас ожидает праздник весны и труда в клубе имени Яхно. В мастер-классе по теории и решению изобретательских задач мы поможем подобрать ключ к идеям и решениям. Также вас ожидает мастер-класс по флористике и экибане. Все тематические мероприятия, мастер-классы и кинопросмотры вы сможете увидеть в видеоформате на страничках в библиотеке имени Крупской в социальных сетях. А это были новости от Крупской. Увидимся в следующий среду. Оставайтесь с нами.